Здравствуйте, это видео-версия интернет-гассеты красньюс.ком. Я журналист Дмитрий Полушин. И сегодня мы беседуем с уважаемыми красноядцами, героем социалистического труда Вячеславом Ивановичем Аксеновым. Здравствуйте. И заслуженным машиностроителем России Виталием Александровичем Косолаповым. Здравствуйте. Повод для нашего общения достаточно весомый. Вы ездили в специальную командировку на форум в Новороссийск, где собирались многие уважаемые россияне, обсуждали проблемы страны. Там были и герои труда, там были люди вашего поколения. Естественно, мнение ваше на многие проблемы России, на ситуацию и в Красноярском крае, оно интересно. Но прежде всего, прошу поделиться впечатлениями от этой поездки, от этого форума. Ну, действительно, мы побывали на форуме в городе Новороссийске, в городе Герои. И действительно, там собрались люди, герои социалистического труда, знаменитые люди, почетные гражданины городов. Собрались там, довольно представительный состав был, почти герои социалистического труда, большинство и почетные люди. Но вопросы такие поднимались. Этот форум проходит, во-первых, ежегодно, и мы практически бываем каждый год. В этом году действительно поднимаются такие вопросы. Первое. Оказание содействия государству, вот нашей общественной организации, а возобновление наставничества. Это действительно такая мера воспитания в свое советское время дала очень много. Во-первых, вопрос о повышении производительности труда. Перед каждым молодым рабочим, который поступал на производство, назначался наставник, который вводил в курс дела, рассказывал предприятие, о его специфике работы. Действительно, человек подготавливался. И уже с первых дней он начинался, влился в рабочий коллектив и чувствовал какую-то заботу о себе. Это первый вопрос поднимался. Люди выступали, говорили об этом, делили свои впечатления. Второй вопрос. Это возрождение боевой славы трудовых коллективов, которые в годы Великой Отечественной войны действительно работали в тылу, в тылу. Действительно, работали на фронт. По девизам «Все для фронта, все ради победы». И действительно, работали, ну, такие все люди ушли на фронт, здорово, остались дети, старики. И они действительно у станка работали круглые сутки. И даже ночевали у станка все. Но делали все, чтобы действительно на фронте ощущалась вот эта помощь. И действительно, вот, город Краснояр в то время превратился. Ведь все заводы Запада были вакуированы, действительно, в Сибирь. И за короткое время эти заводы восстанавливали и все вооружение, одежда. У нас здесь около 60 заводов сюда привезли. Да, больше, 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 больше тысяч заводов в Сибирь. Только в Красноярске, я говорю, в Красноярске. Ага, вот. И поэтому вот эти люди сыграли большую роль. Ага, большую роль. И вот в свое время, конечно, те люди, которые воевали, было уделено больше внимания. Вот эти люди, которые ковали победы. Вот сейчас вот этот вопрос поднялся в возрождение. И третий вопрос, очень такой важный вопрос, разработка стратегии оздоровления ветеранов труда, воинской, военской, тоже ветеранов войны. Ага, вот тут действительно и продление долголетия вот этих вот людей пожилого возраста. Это очень серьезный вопрос. Почему я говорю? Ну, прежде всего, для решения этого вопроса надо, во-первых, создать нормальные условия для людей, чтобы жили. Не считали вот эти копейки, сегодня я потрачу на хлеб, завтра что-то другое, на достойную жизнь. А что он сегодня может пенсионер? Ну, я не говорю там о 8 тысячах, даже 12-15 тысяч. Это сегодня недостаточно. Недостаточно. Это один вопрос, в этом вопросе надо решить. И второе, оздоровление труда, оздоровление. Если раньше вот я работал на предприятии, у нас на предприятии, смотрите, профилакторий был 100 мест каждый месяц. Пожалуйста, все желаю. В первую очередь, конечно, мы отправляли ветеранов. Ага, ветеранов. Второе, у нас был свой пансионат в Адлере, тоже на 100 мест. Отстроили пансионат. Каждые 24 дня у нас люди ездили, отдыхали, отдыхали, профилакторий, смотрите, пансионат. В Ялте мы имели каждый месяц 50 мест. Разве это не забота ветерана была? Смотрите. И все дошкольные учреждения были в заводе. Две базы отдыха на нашем Красноярском море было. Пятница настает, подается, три автобуса и каруса были свои, люди ездят до Шумиха. Затем метеор, два дня отдыхает, воскресенье вечер. Ну разве это не забота о людях была? А что сегодня происходит? Сегодня, вот смотрите, в крае, почти 600 тысяч у нас ветеранов, 600 тысяч ветеранов. А отдыхать где? Вот три генетологических центра у нас, ага, в Красноярске, ага, в Назаро и в Тесте. Три. Ну там пускай 100 человек. Вот представьте, какая очередь. Вот и ветераны стоят на очереди. И то разрешают раз в три года, если подойдет очередь тебя. Ну где же мы оздоровим людей, понимаете? Ну и, наверное, инфраструктура еще устаревшая. Конечно, конечно, надо заниматься. Конечно, я понимаю, правительству надо какие-то, ну, на уровне, ага, правительству решить вопросы. Конечно, они больше сейчас спустят на регионы, чтобы регионы занимались. Но не у каждого региона это есть возможность, понимаете, что мы занимаемся. Вы были вдвоем, хотелось бы мнение, впечатление услышать, Вячеслав Иванович. Что вы, какие впечатления у вас остались от этой поездки, от этого форума, от тем обсуждения, от повестки, которые обсуждали? Повестка дня актуальная. И в то же время с каждым годом, что мы видим, что все меньше и меньше становится героев социалистического труда. В этом году, например, ушли из жизни. Это главный токарь нашей страны и наставник молодежи многолетней на 81-м году ушел из жизни Владимир Михайлович Ярыгин. Дважды герой социалистического труда. Он неоднократно был у нас здесь в Красноярске. И также Ежевский Александр Александрович на 102-м году жизни. И вот сейчас Алексей Гаврилович, председатель Центрального управления трудовой доблести России, он говорит, что нужно привлекать и находить людей, работающих на предприятиях, которые достигают высоких производительных показателей и производственных показателей. И принимать в ряды нашей трудовой доблести в каждом регионе. Ну и в связи с трудным положением в нашей стране, с финансированием, приезжают в основном на форумы ближайшие регионы. Это вот Краснодар в основном были, Ростовская область, Калужская уже из Подмосковья. Самые дальние это мы, вот с Красноярского края. Мы с Виталием Александровичем и солдатом были втроем. Хотелось бы такую тему затронуть. Как вообще признание заслуг трудового народа? Мы помним, что в советское время труд он воспевался. Физический труд, квалифицированный труд, труд мастера, архановский труд, где человек работал, выполнял план, норму, все остальное. Безусловно. И сегодня сохранены системы вознаграждения, примирования, присвоения каких-то званий, благодарственных писем и так далее. Благодарственных адресов в адрес кого-то или предприятий. Но никакого воспевания, вот на мой взгляд, труда, тружеников в стране уже нет. Мы, переключая там 500 каналов кабельного телевидения, ничего подобного никогда не увидим. Мы скорее увидим каких-то там голых девиц, клипы. Даже на официальных каналах мы увидим какие-то ток-шоу, пропаганду, Сирию, Украину и так далее. А вот чтобы человек работал, чтобы это делать модным, это делать уважаемым трудом, вот этого как бы нет. И люди понимают, и молодежь взрослеет с ценностями, что не в труде счастье, что не трудом можно всего добиться, не трудом можно получить квартиру, купить там, не знаю, лодку, яхту, дом и так далее. А что надо как-то быстрые деньги получить и получите все остальное. Что, по-вашему, необходимо менять в нашей стране, чтобы взрастить в подрастающем поколении уважение к труду, чтобы люди видели такие ценности, как в свое время увидели, скажем, к слову, китайцы. Ведь китайцы, труженьки, работяги, которые вкалывали по 12 часов несколько десятилетий и вышли на первое место в мире. А старт был одинаковый с нами. Так же строили социализм. Ну а где-то мы в топке, там, десятая с конца, по всем показателям. И Китай на первом месте, обойдя весь капитализм. Прокомментируйте. Вот я бы сказал, вот действительно, вы затронули его после Китая. Я вот скажу, я вот сам родился в Китае, родился в Китае. И вот, когда 89-й год разрешили торговать с Китаями, я как раз был начальник внешней консультации, и я вот эти три года ездил в Китай. Я посмотрел, как сначала, ага. И я удивился вот этим китайским, вот этим миром. Во-первых, они одели страну, обули страну. Вопросы питания, вопросы питания решили. И когда началась вот торговля, они все от нас брали. Всю технику, все новейшие технику. А прошел год, только год прошел, и только стали брать металл, рельсы, все. Значит, и говорится о чем, что вот они взяли все лучшее, что было у нас, понимаешь? Из этого лучше сделали свои. И сегодня, вот вы говорите, правильно, они сделали технику, которая конкурентует с мировыми образцами. А почему? Вот у них отношение к труду, вот я как посмотрел по Китая, очень хорошо. Вот у них ветеран отработал, они его не увольняют. Они не увольняют, он остается каким-нибудь советником. Любой человек, который работал на производстве, он имеет какой-то опыт, понимает. Его заслуги, все, он может передать. А у нас что? Отработал и гуляй дальше, Вася, понимаешь, что? Ага, все. И вот не зря вопрос поднимают, вот это наставничество, наставничество. Это говорит, что люди, которые вот ветераны, вот они должны внести какую-то определенную лепту, понимаете, в повышение. Но вот сейчас ведь что на производстве, сейчас большинство частных предприятий. Это непростой вопрос. Ведь любому хозяину сейчас, ну, говорит там наставничество, ну, кто-то и пойдет на это, кто-то и не пойдет. Поэтому надо, ну, какие-то вопросы, меры принимать, чтобы это на законодательном уровне было, понимаете, что? И только тогда мы можем повысить производительность труда. Чтобы действительно жизнь была, не как говорили, что я сегодня пойду, понимаешь, на предприятие. Мне на сегодня быстрые, хорошо, деньги, быстрые, хорошо деньги. Вы знаете, что вот не зря вопрос подняли наставничество сейчас. Почему? Раньше, да, действительно за труд, труд оплачивался очень хорошо. Были материальные и моральные поощрения. Вот, скажем, я работал в то время, я мог съездить, ну, зарплата, пускай там была 240-300 рублей. Я мог съездить в Адже свой пансионат 75 рублей, обратно приехать, и на все хватало. А сегодня попробуйте съездить. Да никакой пенсионер не поедет, ему надо копить много лет. Ну, баба Лена ездит? А, баба Лена ездит. Вчера ее показали, кстати, продавала там укроп, все, ну, пускай это очень хорошее дело человек. Своим трудом зарабатывать. И второй вопрос, вы поймаете, моральная сторона. Вот почетные граммы-то давали, наставничество, вот это знаки, все, ага, награды, понимаете. Ну, в общем, труд хорошо и оплачен, и материальные. Государственные премии были. Да, государственные премии. Вот он 30 лет стал героем социализма, работал на БАМе. Ну, разве это плохо? Вот вопрос в чем стоит. Понял. Покомментируйте. Да, я вот вспоминаю свою работу. 20 лет работал на БАМе, в основном бригадиром комплексной бригады. И там вот все эти награды приходили постепенно. И оценивалось не только труд, но и активные жизненные позиции и самого бригадира, и бригады в целом. И там нужно было... Подводились итоги за участие в спортивных соревнованиях всего коллектива, художественной самодеятельности. Ну, и самое главное, трудовые показатели были. И вот по этим показателям ежеквартально, ежемесячно, ежегодно проводились подведения итогов. Потом проводились соревнования между бригадами, между коллективами, между поселками на БАМе. И вот еще хочу тоже продолжить о наставничеству. Каждая бригада имела свой подшефный класс в школе. И эта работа велась годами. И дети, например, с 6-го, с 7-го класса и так до 10-го мы вместе с ними шли. И летом выезжали вместе бригада и класс на природу, на речку. Чаепитие и зимой проводились, новогодние праздники встречались. Также и на соревнованиях. Все это сплачивало. А на природу выезжали с шашлыками и с футбольными, волейбольными мячами. А потом вот дети, даже вот как сейчас, отряды главы города, также и к нам ребята приходили, работали в бригадах. А после окончания школ некоторые даже были и оставались работать уже на стройке. В нашу бригаду вот приходили. Далеко ходить не будем. Вот 8-го числа было открытие отрядов главы города. И сотни детишек, школьников пришли на открытие, чтобы на завтра уже идти работать в городе. И на этом открытии не было ни одного человека труда, на которого бы могли посмотреть дети и равняться на таких людей. Раньше вот нас приглашали, мы с Зоей Федоровной Сафоновой обычно ходили на открытие, на закрытие отрядов главы города. А здесь только вот пришел Эдхам Шукриевич Агбулатов, Татьяна Ивановна Казанова и Алексей Михайлович Клешко. Ну и... То есть вы почувствовали себя ненужным? Да. Раньше вот Максим Уразов, который сейчас ведет строительство объектов универсиады, он всегда приглашал через своих заместителей, Смирнов был у него тогда, и мы с удовольствием шли и рассказывали. Ну, сегодня, ладно, нас, может быть, мы уже устарели, но есть же работающие предприятия, которые представляют почти ежегодно наших рабочих на звание Героя Труда. Но пока еще не получается, чтобы кто-то это звание получил. Но если представляется, что, значит, есть достойные люди, и их нужно тоже показывать, чтобы они показывали и рассказывали о своем труде в сегодняшние дни. Тема эта широкая, о ней можно говорить очень долго. Я знаю, что вы очень активные ветераны, которые интересуются и новостями, и повесткой внутри региональной. Много вещей, которые вы обсуждаете, по которым имеете свое категоричное мнение. Вот какие последние события лично вас волнуют? Как вы можете их прокомментировать? Вот меня волнуют вот последние события, вот о чем говорит сегодня край, вот пожары края. Понимаете, что меня вот до глубины души вот это поразило, безответность. Если раньше вот было такое, что случись какое-то неприятное, интендент или что-то, в первую очередь отвечает руководитель. Наказывает в первую очередь руководитель. А потом уже того человека, кто провинил. А сегодня процветает полная безнаказанность. Вот смотрите, сожгли мы сегодня 172 дома. Погибли люди, погибли люди, понимаете что? Вот должен отвечать первое лицо губернатор Толоконский, ага, и Пономаренко, поскольку отвечают за районы. Никто, я не пойму в этой ситуации позицию прокуратуры. Почему этим людям не сделают действительно оценку вот их работы? Ну, почему я имею в виду? Ну, во-первых, в каждом поселенном населенном пути должна пожарная машина быть. Команда была, должна быть, в любом момент, который, ага, скважина где воду взять, понимаете что? А сегодня что? Спалили мы, а сейчас ищем где-то кого-то. Ну, а почему не должен отвечать губернатор Толоконский конкретно фамилию? Пономаренко почему не должен? Должны дать оценку. Ага, это очень плохо, что сегодня безнаказанность, понимаете что? Сафаш, во что волнует? Безответственность наших руководителей, начиная от руководителей города, края, ну и я думаю, что и в правительстве у нас в российском не все в порядке. Я вот сейчас, когда мы летели в самолете, читал парламентскую газету, и там была заметка, отчет министра спорта Колобкова перед федеральным собранием. И вот он отметил, что активно занимается спортом в нашей стране 34% населения. Но это же ложь. Разве это значит каждый третий человек в нашей стране занимается спортом? Мы видим, что вот сколько на стадионах людей присутствует. Вот мы с Виталием Александровичем постоянно ходим на стадион «Рассвет», на детские соревнования. Родители приходят. Они, видимо, учет ведут всех школьников, которые обучаются в школах. Ну вот я живу возле стадиона «Авангард» и никакой массовости не вижу. 81-я школа у нас во дворе. Там два класса регбийных, чисто регбийных класса. Они и учатся, и две тренировки в день ежедневно занимаются на стадионе «Авангард». Это очень хорошо. Я вот на 1 сентября был у них в классе в регбийном. И дали всего 15 минут. Ну что можно, о чем можно с ребятишками за 15 минут поговорить? И я не вижу, чтобы во дворе школы нет футбольного поля, волейбольной площадки, баскетбольной площадки. В прошлом году поставили турники. Заасфальтировали площадочку небольшую, поставили турники. А остальное, старые турники, брусья, остались с советских времен. Соответственно, и асфальт, который уже 40 лет весь выбитый, и там невозможно детям даже возле школы пробежать в удовольствие. А что далеко ходить, Вячеслав Иванович? Вот мы с вами сейчас стоим в сквере Сурикова. В 100 метрах от нас 10-я школа, у которой нет своего стадиона. Маленькая асфальтовая площадка, а детей на физкультуру приводят гулять вот сюда. Сквер Сурикова. Вот где это видно? Ну это же погулять здесь можно. А детям нужно развиваться. И должны стадионы. И вот этот Колосков, он выступил и сказал, привел такие цифры. 77 миллиардов выделяется, вот в этом году выделено на строительство спортивных объектов, и чтобы они были доступны для детей. Ну если даже в школах нет таких хороших спортивных площадок, что говорить о стадионах? И еще мы отлучили детей, школьников от труда. Я вот возле 81-й школы есть стадион, не стадион, хоккейная площадка. Ну заливают ее работники ЖКО, чистят тоже. Ну разве во все годы в наши времена, мы же занимали всем в деревнях, пруды расчищали, здесь тоже. А здесь чистят работники. Ну где люди? Как мы приучим работников, детей наших к труду? Это больно, но это вот все претензии руководителям, безответственность, безхозяйственность. Может быть это целенаправленно идет разрушение наших, отлучение наших детей от труда. А труд это основа нашей жизни. Обидно так, и больно. И вот я бы еще хотел сказать, понимаю, все вот эти беды в чем кроются. Вот в свое время, с малодушия, с позволения наших властей, мы разрушили все фабрики, заводы, понимаете, позакрывались. И забыли о том, что труд это основа жизни. Работает человек, трудится, отдыхает хорошо. Не работает, его сразу пьянство, наркомания, проституция. Что у нас процветает. Вот смотрите, вот ГАИ передают по телевизору, проверили ночью, рейды делают. Более ста человек захватили пьяных за рулем. Ну что это? Нормально? Это не нормально. И вот пришел новый глава ведомства ЭВД, Речинский. Он даже предложил, здесь вот нашим хозяевам предложил, давайте ведем какие-то трезвые дни, там, пятницу и все прочее. Все так, с ухмылкой это воспринимают, и до сих пор это не прийдет, отказались. Ну разве это, понимаете, мы когда в этом вопросе наведем порядок? Мы, наверное, не наведем порядок. Это уже говорит сразу от головы, если он не захочет этим заниматься. Вот рядом два региона, Кемеровская область и наш Красноярский край. Там процветает край, люди живут гораздо выше, а у нас по отдельным позициям вообще край плывет неизвестно куда. Хотя наш Толоконский с утра до вечера не выладит с телевизора, все говорит о хорошее. А мы видим сегодня, экология на самом низком уровне, народ задыхается. Я вот в тот раз говорил, что, ага, Виктор Александрович, до каких пор мы будем это глотать, вот это все? Наведите порядок, наведите порядок. Ну порядок так и навели. А почему? Потому что, видимо, так и правоохранительные, и законодательные. Они вместе вот так клубок свели и отстаивают свои интересы, понимаете же? Вот были у нас, ну пускай, как это, наездники такие придут, пять лет отсидят, губернаторы уедут. Вот посидел, Лебедь-то был, Хлопонин, Кузнецов. Вот сегодня мне даже стыдно, вот я простой человек, мне стыдно слушать, как печатают эти, их на зарплаты. Но наш Кузнецов почти 600 миллионов заработал за прошлый. Это как надо работать, я не пойму. Надо работать, я не знаю как. А, там лопатой уголь кидать. Не накидаешь на что-то. Нет, так тут только деньги не хватит считать, вот это обещание, сколько заработал. И почему Путин на эти дела смотрит так спустя рукава, понимаете? Ведь они ограбили наш край и продолжают грабить. И никого не спросили, ни с кого. А сам Путин приехал, чтобы посмотреть, что у нас творится в крае. Два часа по было и уехал. А погорельцам выделяют. А погорельцам выделили по 10 тысяч там и 50 тысяч. Ну где это вот, понимаешь-то? Я считаю, вот за эти пожары должен быть и губернатор, и товарищ Пономаренко. Если не будет у нас, и будет это продолжаться, и будем мы списывать вот эти деньги. Это же деньги налогоплательщиков, понимаешь, каждый платит. Я понимаю, если бы заплатили, это что-то у нас менялось. А нас ведь не меняется. Вот много мы говорим о дорогах, понимаете. Ага, как весна придет, асфальт вместе снегом уходит. Ну что, мы не можем навести, что там, люди лучше на юге живут, что ли, такое хорошее. Да просто, вот сказал, безответственность. Вот она и порождает этот безответственность, вот эти дела наши. Но не все люди так относятся к делу. Вот, например, возьмем, ага, возьмем президента благотворительного фонда Антоли Петровича Бухова. Вот смотрите, как он сочетает все. Ведь на протяжении многих лет, вот он занимается тем же вот наставничеством, проводит регулярно турниры по спорту, где собирают большое количество детей. Ведь каждый ребенок получает какое-то награждение, грамоты. Это тоже вот продолжение чего? Это чувствует человек, который борется за благо людей. Вот он довольно обеспеченный человек, имеет все. Казалось, зачем ему здесь жить? Плюнул, да уехал отдыхать. А он же хочет, чтобы народ нашего могучего края жил богато, хорошо жил. Понимает, что вот он борется, проводит все возможные. Вот недавно прошло прекрасно, далеко. Собрали детей со всего края, с детских домов. Какое было выступление? Думаете, пришел министр культуры, который понимает вот эту культуру, понимает театр, кино. А вот что творится в общественных местах, в транспорте, культура, поведение, это выходит, что кто должен заниматься? А когда подсчитали зарплату, она на третьем месте имеет, что она сделала хорошее, понимаете, что? Как ты занимаешься культурой? Много форм воспитания, надо заниматься и прививать людей к этому. Остается в стороне. И понимаешь, вот я еще хотел бы вспомнить вот это вот министра по школе. Ну как это так? Дали деньги, чтобы как-то восстановить завод, все пешмар. Понимаешь, там люди, тише людей, работал все. Деньги перевел в организацию, там одна девушка, себе в карман полупался. Ну хорошо там, есть добрые люди, нашли его. Ну вернул он деньги и ничего не получил. Ну как это? Да еще раз. Во время следствия два раза ездил в зарубежные части. А о чем это можно говорить? Спасибо, это видео-версия интернет-газеты краснёкс.ком. Я Жмагин Дмитрий Павловичин, я подразумеваю на юг. Сущного, сострителя России Виталия Александровича Косолапова и герой социалистического труда Вячеслава Ивановича Анатольевна. Всего вам доброго, до свидания.